Моторика Тема нашей с вами сегодняшней беседы, она носит название моторика. Я думаю, что очень многие слышали это слово. В принципе, моторика в переводе с латинского языка, она обозначает движение. В данном случае мы будем с вами говорить об активной деятельности организма или его отдельных органов. В данный момент времени мы говорим, что моторика – это последовательность движений. Вот именно от последовательности движений и зависит, наверное, все мироощущение человека, о том, как человек ведет себя, как он разговаривает, как он думает. Любое наше движение – это результат двух совершенно различных видов деятельности. Это в первую очередь умственной и физической. Вот мы сегодня с вами говорим о том, что каким образом необходимо развивать физическую деятельность человека, для того, чтобы впоследствии умственная деятельность человека точно так же отвечала самым высоким требованиям. Если говорить о моторике, то разделяет два вида моторики. Это крупная моторика и мелкая моторика. Таким образом, крупная моторика – это разнообразные движения рук, ног, тела и, по сути, любая физическая деятельность. Другими словами, можно сказать, что моторика – это движение человека в пространстве, перемещение его частей тела. Это прыжки, наклоны, ходьба и так далее. Мелкая моторика – это движение мелких мышц тела, способность манипулировать мелкими предметами. Ну, мы остановимся первоначально на крупной моторике. Как только рождается человек, ребенок, то начинается демонстрация, наверное, его крупной моторики. И начинается демонстрация с движения глаз. Первое, что двигается у человека – это глаза. Потом, впоследствии, начинает двигаться голова. Ну, вот те, кто имеет маленьких детей, кто вспомнит своих маленьких детей, вспомнен такой факт, когда мама берет погремушку и передвигает ей перед глазами ребенка. И первое движение ребенка, когда ребенок следит за этой погремушкой глазами, впоследствии он начинает поворачивать голову, потом переворачиваться, например, со спины на живот, для того, чтобы дотянуться до игрушки, а впоследствии начинает ползать, ходить, бегать, наклоняться, доставать те или иные предметы. Тем самым развивается крупная моторика у человека. Что же делать родителям для того, чтобы развивать у ребенка крупную моторику? В первую очередь, это поощрять двигательную активность ребенка. Очень часто можно слышать о том, что вот ребенок у меня не сидит на месте. Да это, наверное, очень хорошо, когда ребенок не сидит на месте, когда ребенок двигается, главное, наверное, направлять его двигательную активность в нужное русло. Необходимо, конечно, разрешать детям бегать и прыгать, давать возможность ходить по ступенькам, не огораживать ребенка от его передвижения, вот, например, по ступенькам вниз и вверх. Конечно, иногда это сопряжено с определенными опасностями, да, и задача родителя контролировать и поддерживать ребенка, если ребенок этот маленький. Итак, необходимо давать возможность ребенку переступать и перепрыгивать предметы. Это очень просто устроить в домашних условиях. Ну, вот у меня, конечно, есть такой большой конструктор мягкий, но можно точно так же дома оборудовать какие-то препятствия и буквально, наверное, тренировать ребенка, если это в маленьком возрасте, то тренировать, переступать эти препятствия в большом возрасте, когда ребенок окреп, да, можно организовать и перепрыгивать эти препятствия. Точно так же, когда вы гуляете на улице, необходимо, если вы видите какой-то бордюр, да, можно попросить ребенка перепрыгнуть его, можно попросить его перешагнуть его. И если это войдет в такую вашу практику, в общении с ребенком, то у ребенка вот таким вот непроизвольным способом будет развиваться крупная моторика. В связи с этим, конечно, очень важно и необходимо организовывать родителям хотя бы 30 минут в день это игры, подвижные игры на свежем воздухе. Подвижных игр может быть очень-очень много. Вы можете играть в обыкновенные догонялки с ребенком, куда вы идете с работы. Вы можете играть в всевозможные подвижные игры на предметы, на угадывание каких-то предметов, которые вы показываете. Вот все, что будет говорить о двигательной активности ребенка. Развитие крупной моторики точно так же будут очень сильно способствовать это занятия спортом, всевозможные секции и их масса. Это танцы и занятия гимнастикой. Таким образом, развитие крупной моторики у человека, наверное, оно происходит постоянно. И человек не может остановиться в своем движении. И остановка в движении, она ведет к атрофированию мышц, ну и угасанию, я бы сказала так, человека. Но мы говорим о детском возрасте и в первую очередь о том, что необходимо развивать физическое развитие для того, чтобы ум ребенка точно так же оказывался на высоком уровне. Далее мы с вами говорим о развитии мелкой моторики. Вот еще наш великий педагог Сухомленский говорил о том, что ум ребенка находится на кончиках пальца. И это, конечно, не случайно. Потому что на ладони находится очень много нервных окончаний, которые приводят к развитию мозга человека. В первую очередь, в самых первых дней ребенка необходимо массажировать пальцы рук ребенка вот очень обыкновенными поглаживаниями, пощипываниями одной руки и другой руки. Можно использовать еще и массажные, сейчас очень много, массажные мячики, которые дают возможность массажа не только внутренней ладони, но и внешней ладони, которые массажируют буквально всю-всю руку. Их точно так же можно приобрести в магазинах. Всевозможные занятия по лепке, пластилин, наверное, есть у каждого дома, они, конечно, точно так же способствуют развитию мелкой моторики детей. Также есть целые разделы, это развитие мелкой моторики через пальчиковую гимнастику. Очень простой способ. Мы один пальчик, пальчик-пальчик, где ты был, встречается со всеми пальчиками остальными на одной руке, потом на другой руке, на другой руке. И потом, самое сложное на усложнение, это обе руки повторяют одно и то же упражнение. Вот если озадачиться, открыть интернет, посмотреть пальчиковая гимнастика, то можно найти очень много материала из этой темы. И самое главное, тренировать эти функции у ребенка практически постоянно. Мелкомоторных игр великое множество. И можно очень многие из них изготовить в домашних условиях. Вот, например, у меня самые обыкновенные фигурные макароны. Они покрашены цветными красителями пищевыми. И дети очень-очень любят работать с этим материалом. Ну вот, например, мы можем из этих фигурок выкладывать, например, дать такое задание. Положи, пожалуйста, одни бабочки, например, малинового цвета. И ребенок мелкомоторными упражнениями, пальчиками, выбирает бабочки и выкладывает их, например, в такую вот дорожку. Можно также давать задание о том, чтобы выложить, например, только зеленые фигуры. Особый интерес, конечно, вызывает эта игра тем, что это фигуры, они детской тематики. Это нашим производителям, конечно, спасибо о том, что можно производить и можно найти, озадачиться таким макаронам. Еще одно такое у нас есть ноу-хау. Это сухой бассейн. Сухих бассейнов может быть очень-очень много. Вот, например, этот сухой бассейн, он создан из крупы риса, гороха и фасоли. И поверьте мне, это одно из самых любимых занятий детей, которые способствуют эмоциональному успокоению, способствуют развитию речи, способствуют развитию мелкомоторных функций у человека. Причем задания точно так же, они могут быть очень разными. Ну вот, например, можно дать задание выбрать фасоль и выложить ее на тарелочку. Это будет мелкомоторное упражнение. Есть еще задание по укреплению мышц руки. Например, набрать в ручку ребенок сразу же несколько фасолинок. Ребенок должен держать в ручке, то есть придерживать, да, и двумя пальчиками выбирать другую фасоль. Выбирать другую фасоль. То есть способствовать укреплению мышц руки, что впоследствии будет говорить о подготовке ребенка к школе, о том, как ребенок держит ручку, как он пишет. Точно так же здесь можно играть в абсолютно разные машинки. Ну вот, например, у меня бетономешалка, да, и насыпать в бетономешалку мелкий рис. Он точно так же цветной, он покрашенный цветными красителями. Точно так же искать всевозможные предметы, которые спрятались. Можно изучать эти предметы, можно разговаривать, задавать вопросы, да, потихонечку положить какие-нибудь игрушки, а потом обсудить с ребенком, что это такое, вот, например, у меня матрешка, да, что это такое, какого она цвета. Ну, у ребенка вызовет такую неописуемую радость, если он найдет случайно так подложенные вами в эту песочницу предметы. Для детей в маленьком возрасте очень хороша эта шнуровка. Вот я уже говорила о наборе фребеля. Вот очень хороший набор. Есть шнурок, вы можете точно так же дома потренироваться с чем угодно. Есть шнурок, есть фигурки, и вы просите ребенка нанизывать, нанизывать эти фигурки на шнурок. Точно так же здесь можно повторять и цвета, можно повторять фигуры. Все зависит от возраста ребенка, в первую очередь, от его намерений, желаний родителей. Но вот шнуровки, их может быть очень-очень много. Их очень много в продаже у нас. Еще один, я бы сказала так, комплект, который можно создать своими руками для развития мелкой моторики детей. Это такие всевозможные шарики мякиши, которые точно так же массажируют не только кончики пальцев, но и всю ладонь. Ну вот, например, у меня обыкновенный шарик, и в него насыпана такая деревянная щепа. Причем деревянную щепу мы можем использовать как отдельно, как сухой бассейн, так и поместив ее в резиновый шарик и тем самым создав такие интересные, даже тактильные ощущения у ребенка, когда он нажимает, когда он перебирает, когда у него есть определенные интересы, а что же там такое находится. Отличным современным способом для развития мелкой моторики у детей является световой планшет. Конечно, это такое дорогостоящее оборудование, но по возможности можно тоже посмотреть в интернете и сделать его своими руками. Причем мы можем насыпать сверху всевозможные материалы. Вот у меня сейчас, например, насыпана манка. Ну вот если погода жаркая, то она такая холодная, и, опять же, у ребенка очень приятные тактильные ощущения, расслабляющие ощущения. Ребенок может использовать этот планшет для развития мелкой моторики. Мы можем пальчиками писать всевозможные буквы, точно так же стирать мгновенно. Мы можем пальчиками рисовать – это творческий элемент, дети очень любят его. Рисовать всевозможные фигуры. Свет просвечивает снизу и очень красиво, завораживающе получается. Включается музыка, и ребенок буквально отдыхает, происходит эмоциональное такое расслабление ребенка. Мы можем ставить определенные сказки на этом световом планшете. Тоже дети сами очень часто придумывают эти сказки, сооружая определенные препятствия, когда герои их, они развиваются, фантазия, и герои преодолевают эти препятствия. Можно точно так же спрятать определенные предметы и тем же самым способом отыскать и провести дорожку пальчиком. То есть, есть такое целое направление, как пескография, где используются световые планшеты, и они очень благотворно влияют на развитие мелкой моторики детей. Еще очень хорошим средством для развития мелкой моторики детей является, ну вот в педагогике носит название «Дидактический куб», и мамы, которые занимаются творчеством, мамы, которые шьют, очень с большим интересом и творчеством, они могут создать этот куб своими руками. Тоже я покажу лишь несколько элементов этого куба. Вот, например, вот, например, у нас цветочек, лепестки которого, они засыпаны всевозможными крупами. Вот на ощупь это совершенно разные. Вот здесь вот, например, я точно знаю, что здесь находится фасоль, она крупная. Можно спрашивать у ребенка, чтобы ребенок давал предположение, а что же там такое, если он знает название круп. Вот здесь вот очень мелкая, это манка, это манка. Переворачиваем в другую сторону. Следующая сторона, она точно так же посвящена развитию мелкой моторики детей. Это молнии. Мы не только развиваем мелкую моторику, но и учим ребенка открывать и закрывать молнии. Причем крупные молнии, если их потрогать вот пальчиками, то это будет и массаж, и новые тактильные ощущения у ребенка. Точно так же ребенок должен будет научиться застегивать молнию, очень часто на куртке, и расстегивать. Очень хорошо развивают тактильные ощущения, и развивают мелкую моторику. Это всевозможные бусины. Мы можем их использовать очень разными по размерам. Вот, например, у меня внизу мелкие бусины. Ребенку стоит очень много усилий, если он маленький, сосредоточиться для того, чтобы передвигать эти бусины. Есть крупные бусины, которые олицетворяют, вот, например, у меня животных. Можно повторять этих животных, можно повторять фигуры, можно повторять цвета. Точно так же есть еще и мелкие бусинки, которые ребенок может перебирать, развивая точно так же мелкомоторные мышцы, развивая свою мелкую моторику. Вот, следующая часть этого дидактического куба, она посвящена в первую очередь тактильным ощущениям ребенка. Ну, вот это очень такая приятная шерстка. Можно точно так же поговорить с ребенком, а что это за животное, как оно кричит, как оно себя ведет. Можно придумать целую историю, и ребенок будет трогать, вот, например, на яблоньки, яблоки, пуговицы, тоже вызывает особый интерес. Можно поговорить о правилах дорожного движения, опять же, потрогав этот светофор, очень разный он по составу, потрогать тот материал, ту ткань, которая находится на этой стороне куба. Следующая часть этого куба, это, конечно, игра для детей, которая называется, наверное, «Кто что ест». Вот с другой стороны у ребенка находится такая прищепка, прищепка, да, и ребенок, когда трогает это, вот он раздумывает, а что вот, кто ест этот кусочек сыра, он массажирует себе кончики пальцев и раздумывает, принимает правильное решение. Мышка ест сыр. Собачка кушает косточку. Лисичка кушает рыбку. Зайчик кушает морковку. Таким образом, если мама такая творческая, мама знакома со швейным делом, да и просто для своего ребенка можно изготовить такой куб и очень много и часто его использовать. Очень модное такое сейчас направление – это бизиборды. Конечно, очень хорошие, очень методически правильные сделанные бизиборды, которые точно так же способствуют развитию мелкой моторики у детей. Вот такой вот бизиборд можно изготовить своими руками у себя дома. Можно выделить определенное место. Вот у меня, например, определенное место. И собрать все то, что вам не нужно. А вот дети с большой-большой радостью будут пользоваться этим. Ну вот, например, очень старый телефон поискать. Дети очень любят крутить здесь всевозможные штучки. Можно повторять цифры. Они играют в игры, ролевые игры. Обязательно разговаривают с родителями. Обязательно сообщают им какую-то информацию. Мы очень долго думали, помещать ли на свой бизиборд утюг, но все-таки его поместили и были правы. Вот утюг, где много-много кнопочек, ой, он вообще вызывает такой большой-большой интерес. Мышь, которую очень часто мы выкидываем. Счеты, которые можно поискать. Точно так же можно и считать, можно и считать. Можно делить на цвета. Можно с большим успехом изучать математику. Мужчины скажут всевозможные приспособления, замочки, которых тоже необходимо научить ребенка открывать, закрывать, всевозможные крючочки, включатели. Вот у меня, например, даже старая-старая счетная машинка, тоже по ней можно изучать и цвета, и цифры. Это все способствует развитию мелкой моторики рук ну, вот довольно-таки таким бюджетным способом. Таким образом, мы с вами сегодня рассмотрели лишь часть, наверное, таких вот упражнений, тех моментов, которые мы можем использовать прямо у себя дома для того, чтобы развивать своего ребенка. Думайте о своих детях. Ведь дети – это наше будущее. И то, что мы сейчас положим в своих детей, вложим в них, это прорастет через много-много лет, и вы увидите результаты своего труда.